Всем привет друзья, вы на канале Воин, и я как обычно собрал для вас самые свежие и интересные новости из мира бокса, так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем, погнали! Чемпион WBO в среднем весе Дмитрус Андрейд вернется на ринг в апреле в рамках обязательной защиты титула против британца Ляма Уильямса. Рад сообщить, что сделка на бой за титул чемпиона WBO между Дмитрусом Андрейдом и Ляма Уильямсом завершена, вся информация в ближайшее время. Сам Дмитрус Андрейд не верит в то, что Сауль Альвурас в ближайшее время захочет соглашаться в третий раз выйти на ринг против Геннадия Головкина. Трипл Жи постоянно твердит, хочу трилогию, хочу трилогию, йоу чувак. Канело ждал год или два, пока он постареет, чтобы иметь возможность его победить. Но народ все равно по нему с ума сходил, хотя это был просто умный ход. Я не знаю, сколько сейчас лет Трипл Жи, но он все еще может дать хороший бой Канело. Захотят ли они драться с Головкиным сейчас? Конечно нет, они подождут, пока он еще сильнее постареет. Поэтому Трипл Жи должен будет решить, драться ли ему с кем-то вроде Дмитрус Андрейда, который может дать ему хорошую трепку и победить. Теофима Лопеса обвинил во лжи его потенциальный соперник Девин Хейни. Он призывает Лопеса перестать противоречить самому себе и принять бой. Этот парень лжец, просто посмотрите его интервью. В одних он говорит одно, а в других совершенно другое. То он собирается отсылать контракты мне и Камбосусу, то хочет спасти мою карьеру. Сегодня одно, завтра другое. Его ложь не сходится, но я все равно хотел бы драться с ним, потому что мне нужны все пояса, и нам необходимо выявить лучшего дивизионе. Единственный шанс это сделать, устроить мне бой с Теофимо. Промоутер Эдди Хирн сообщил, что больше не намерен давать комментарии по поводу организации боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Боб позвонил мне два дня назад. Эдди, думаю тебе стоит перестать говорить о бой Джошуа Фьюри. Я сказал, что ты имеешь ввиду. И он продолжил, потому что ты говоришь, тогда Фрэнк что-то скажет, затем я. Давайте молчать, пока мы не подпишем сделку и не анонсируем его вместе. Я ответил, хорошо Боб. Он звонит мне и говорит, что делать. Я уважаю его. Не обязан слушать, но уважаю. Я слушаю, перевариваю информацию, а иногда инструкции и решаю, что мне делать. Я согласен. Честно говоря, я не хочу говорить о поединке, потому что я все время говорю то же самое, не так ли? Две недели. Надеюсь, и все будет сделано. Журналист телеканала ESPN Сальвадор Родригес владеет инсайдом о предстоящем большом бое. Ждем подтверждения потрясающего поединка, написал Родригес. Многие болельщики выразили уверенность, что речь идет о следующем бое Геннадия Головкина. Ожидается, что он сразится в мае с Хайми Мунгии. Однако, также есть вероятность, что соперником трипл-жей станет японский боксер Рио Томурата. Ахмед Онер, менеджер Авни ЛДРМа, поделился ожиданиями от боя турка против Сауля Альвроса. А в ней большой и сильный. Я верю в него. Не знаю, почему люди недооценивают его. Возможно, из-за боя против Юбинга. Но Авни стал лучше. Без сомнений, Канело очень силен, но он не бог. Как у человека у него есть слабые и сильные стороны. Увидим, что случится в бою. Возможно, он шокирует весь мир. Эдди Хирн сообщил, что чемпион WBC в легком весе Дэвин Хейни в апреле может провести бой против Хорхе Ленареса, так как он слышал о том, что обязательные претенденты Райан Гарси и Хавер Фортуна могут встретиться с друг с другом. Известные сроки возвращения Джерманту Дэвиса. Ранее 26-летний американец травмировал руки. Теперь же Дэвис анонсировал, что травмы не столь серьезны. И он будет готов провести бой уже в июне. Первый номер рейтинга IBF по среднем весе Кудратил Абдукахоров прервет свой долгий перерыв в выступлениях 13 марта в США в поединке против Хавера Флореса. Это будет первый бой Абдукахоров, организованной компанией Самсон Боксинг, в которой он подписал контракт после прекращения сотрудничества с Топ Рэнк. Казахстанский боксер супер среднего веса Идос Ирбасунуле договорился с Евгением Шведенко о дате пройдения поединка за звание обязательного претендента на титул IBF. Сообщается, что представители боксеров уже обговорили основные моменты и в ближайшее время анонсируют поединок. Он состоится в середине мая и его победитель получит шанс встретиться с действующим чемпионом IBF Калибом Плантом. Как сообщает боксинг Син, чемпион WBO в полулегком весе Эммануэль Новаретто пройдет первую защиту титула 24 апреля в США. Соперником Новаретто станет Кристофер Диэс. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то поддержите его своим бойцовским лайком. Это очень помогает каналу в продвижении на YouTube. И самое главное, всем крепкого здоровья, удачного дня и увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok